Праздник Это время подготовки к очень важным праздникам, которые являются олицетворением нашего многонационального народа. Я веду разговор дни 1 мая, и я бы попросил соответствующей службы приступить к подготовке. Готовиться нужно и ко Дню Победы, и к Пасхе. Глава региона распорядился провести месячник благоустройства на православных кладбищах. В праздничные дни многие жители области навещают своих родных и близких, отошедших в мир иной. Приведут в порядок дороги и ограждения могил. О делах живых доложил заместитель председателя правительства Олег Асмус. По словам вице-премьера, целевые индикаторы развития экономики в феврале выявили несколько угроз. По сравнению с январем снизился индекс промышленного производства, а вот тарифы наоборот подросли. Если вы вспомните, мы в прошлом году очень плохо начали год с индексом промо-производства, когда он составлял 80%, а дальше каждый месяц наращивали объемы промышленного производства, то есть определенное такое опасение, что база сравнения у нас будет каждый месяц расти, значит нам нужно двигаться еще более опережающими темпами, чтобы у нас не происходило резкого снижения данного показателя. Однако повода для переживаний нет. Область продолжает демонстрировать уверенные темпы развития. За первые месяцы года в консолидированный бюджет поступило почти 5 миллиардов рублей налоговых и неналоговых отчислений. Поступления выросли на 28,5%. Наш регион занимает вторую позицию в ПФО. На первом месте Чувашская республика 132,3%. Мы уточняли, в связи с чем вызван такой рост именно в Чувашии. Уточнили, была погашена большая сумма недоимки по НДФЛ тракторным заводам. И это повлияло на такой скачок непосредственно на первое место. Губернатор высоко оценил проделанную работу. Усилить ее темпы помогут несколько решений, озвученных главой области на аппаратке. Будут созданы проектные команды по привлечению и сопровождению инвесторов муниципальных образований. А инвестиционное гостеприимство района в скором времени будет рейтинговаться. Это отдельная тема, которая требует пристального внимания. Заволжский район. Жители там просят Христораде сделать, чтобы детские кафе, аттракционные площадки с настольными играми, чтобы что-то было. Или дорога около торгового центра Пушкаревское кольцо находится в безобразном состоянии. И не о каком-то проезде инвесторов по этой дороге нет. А он поедет точно. Любой инвестор через это. И таких вот безобразных примеров, которые не способствуют гостеприимству в Ульяновской области, достаточно много. Эффективной работе чиновников будут способствовать запускаемые программы «Бережливые правительства» и «Бережливые учреждения». Госслужащих переведут на работу по эффективному контракту, к примеру, страны восходящего солнца. Несправившихся отправят в отставку. Ульяновская область станет пионером в применении таких решений в стране. Еще одна инициатива – создание региональной академии наук, которая объединит под своей гидой научный потенциал области. В 2017-2018 году мы создадим региональный академический научный центр, с включением него всех научных организаций региона и органов стратегической направленности, подведомственных органам власти. Для этого мы подготовим соответствующее распоряжение правительства, срочи там прописаны, утвердим уставы, структуры, дорожные карты. А в 2019-2020 годах переформатируем региональный академический научный центр и ряд наших организаций в полноценную академию наук. Прояснил губернатор и будущую судьбу органов гражданского надзора. На базе общественной палаты появится центр общественного контроля. Этому центру свои опыты и наработки передаст палата справедливости. Он же будет определять порядок и сроки общественного надзора. Егор Титов, Юрий Конехин, новости дня, Ульяновская правда. Продолжение следует...